Всем привет! Я Али Сыче и сегодня я буду украшать дом к Новому Году Токобока! Нам нужен новый дом. Давайте построим, например, вот этот. Почему бы нет? Теперь мы берем коробки, чтобы отправиться на почту. Я помню, что там точно было что-то новогоднее. Раз и два. Берем и отправляемся. Кстати, сегодня я в своем новом геймерском мерче. Вы тоже можете купить себе такой на сайте alisache.com. Есть два принта. Выбирайте, какой больше нравится. Эти вещи очень качественные и отличный подарок на Новый Год. Ссылку для покупки я оставлю в описании. У меня в коробке со мной они переместились, блин. Ну ладно, возьмем коробки тогда здесь. У меня появился подарок. Давайте распакуем. Может быть там что-то новогоднее? Вот он уже ко мне приехал. Открываем. Тут модные очки, шапка и костюм. Вау! Они реально очень классные. Одеваем. Хоба. Ну слушайте, очки мне кажется совсем маловаты. Да и шапочка тоже. А сам костюм достаточно прикольный. Я буду его носить. Но мы приехали сюда не за этим. Берем какую-нибудь коробку и ищем все, что связано с Новым Годом. Так, кажется я уже долистала. Что же тут есть? Тут есть настольная игра новогодняя. Не знаю, брать мне ее или нет. Разные свечки. Давайте положим их сразу в нашу коробку. Олененка, конечно же, мы тоже забираем. А Бадок? Ха-ха, Бадок сразу сел на Олененка. Это какой-то новогодний носок. Сразу с какашкой. Прекрасно. Игрушка. Это шарик с ленивцем. Вау. Также шляпа. Очки. Я так думаю, что это для того, чтобы кататься. Кстати, мне кажется, вот эти коробки нам смогут помочь в украшении дома. Я их тоже заберу. Тут есть какая-то еда. Тут какой-то прикольный сок. Или это шампанское детское. Ну ладно, не думаю, что еду мы будем брать. Все-таки зачем? Мы приехали сюда за более крутыми вещами. Шарики 2019-й нам точно не понадобятся. Это вот такой колпачок. Усы. Очки 2019. А это шапочка скорее для Хэллоуина, чем для Нового Года. Какой-то большой подарок. Ну давайте возьмем его с собой. Ааа, это я так понимаю для костюма. Я сама буду подарком. Класс. Давайте возьмем его с собой. Ааа, тут есть фотоаппарат, который делает новогодние снимки. Его мы тоже забираем, конечно же. А это подарок от Деда Мороза, видимо. Посмотрите, тут денежки. Ну давайте возьмем. Тут еще очень много всего новогоднего. И меня это очень радует. Это костюм Санта Клауса. Но он, к сожалению, для маленьких. Я так хотела его надеть. Ну ладно, возможно, я превращусь в маленького ребенка и одену это на себя. Также тут есть живой новогодний шарик. Это еще один костюм. И он тоже новогодний. Представляете? Это эльф. Мы его тоже можем взять. А это пряничный домик. Он для собачек или кошечек. Это живые мороженки. Это большой костюм снежного шара. Ааа, вот эта штука мне прям очень-очень сильно нравится. Мы ее тоже куда-нибудь повесим. И это очень милая пижамка. Мне она нравится. Какая-то теплая куртка с перчатками. И тут у нас уже стоит елка с разными украшениями. Я думаю, что елку мы, конечно, поставим немного побольше. А вот украшения возьмем с собой. Тут есть еще какой-то подарок. Ааа, леденец! Я его, походу, только что съела. Или кто-то другой его, походу, только что съел. Класс! Я надеюсь, что другая вкусняшка останется цела. Ну что ж, это были все новогодние вещи на почте. Мы можем ехать обратно домой. А, нет, я нашла еще новогодний носок. Шапка в виде головы оленя. Разные игрушки. Только у меня уже не хватает рук взять. Мы позвали на помощь, не знаю кого. Пусть он таскает наши вещи. Тут есть еще елка, разный замок, слаймы. Короче, много интересного. Ну и, в принципе, это было все. Мы можем ехать домой. Кстати, если нам чего-то будет не хватать, мы отправимся искать эти вещи на локации в Токобоке. Мы приехали в наш дом. Теперь мы должны убрать отсюда всю мебель. Теперь поменяем обои. Стены пусть будут белые. Не знаю почему. Да и пол мне тоже нравится белый. Теперь нам нужен новогодний стол. Это будет кухня. Вот такой вот новогодний стол. Также есть разные стульчики. Они сюда очень подходят. Давайте их и поставим. Теперь заходим в украшения. Где-нибудь здесь у нас будет стоять елка. Надо выбрать какая. Тут их реально очень много. Вот такая зеленая, синенькая и розовая. Наверное, все-таки я выберу зеленую с вот такой вот птичкой. И поставлю ее сюда. Также тут еще очень много украшений. Давайте повесим вот такие вот конфетки вместе с флажками. Сюда повесим подарок. Ой, нет. Два подарка смотрится не очень. И вот такой вот новогодний шарик. Теперь давайте наряжать саму елку. А почему не вешается? А вот все. Видимо, это был просто баг. Тут есть бантики, обычные шарики, необычные шарики. Мне так это все нравится. Кстати, напишите в комментариях, вы уже украсили комнату к Новому году? Или еще нет? Тут реально огромный выбор разных шаров. Есть разные конфетки даже. Офигеть. Слушайте, получилось прикольно. Мне нравится. Теперь мы должны поставить камин. Ну, сначала давайте тоже перекрасим эту комнату. Например, в какой-нибудь такой. Ну да, почему бы нет. Под цвет пола. Кстати, пол я хочу поменять везде на деревянный. Мне кажется, он выглядит гораздо лучше. Смотрите, как все стало красиво. Мне уже очень нравится. Но давайте продолжать. Нам нужен камин. Хочу найти белый. Вот он. Ставим его сюда. Кстати, уже на камине появились вот такие вот прищепочки, чтобы вешать туда носочки. А новогодние носочки у нас вот здесь. Есть с котенком. Вешаем. Как круто. Вот такой вот с брусничкой. Пятнышко и зеленый носочек мы вешаем сюда. Эй. Оп. Хоп. Класс. Теперь над этим всем мы повесим вот это. Класс. Даже не знаю, почему мне так нравится. Потому что я толком еще ничего не сделала. Но выглядит реально прикольно. Также здесь есть очень классные новогодние кресла. Вот оно раз. Вот оно два. Ставим их куда-нибудь сюда. Вот так вот. Плюс. Мы добавляем ковер. И угадайте какой? Вот такой вот с конфеткой. Давайте посмотрим, есть ли какие-нибудь новогодние картинки. Да, есть. Например, вот эта птичка. Очень сюда вписывается. Я не думаю, что мы будем делать прям кухню. Мы сделаем вот эту комнату как столовую. Тут будет проходить сам праздничный ужин. Следующая комната у нас будет спальня. Сделаем тут такой же пол, но поменяем обои на тоже какие-нибудь белые. Теперь нам нужна подходящая кровать. Кажется, я знаю, вот эта кровать идеально подходит. А также вот такая вот новогодняя кровать для собачки. Я думаю, сюда будет классно поставить полочки, на которые мы поставим разные украшения. Тут есть вот такой большой леденец. Давайте поставим его в угол. Не за то, что он плохо себя вел, а просто он там будет красиво смотреться. Также можно повесить конфетки, ну, либо флажочки. Вот так вот получилось. Прям Новый год для собачки. Также здесь еще есть стол для упаковки подарков. Мы его тоже используем. Думаю, пришло время покрасить обои красным цветом. И сюда еще ставим снеговичка. Тут есть такая вот разноцветная гирлянда. Только сюда она почему-то не вешается. Давайте поместим ее в какое-нибудь другое место. Например, в гостиную. Вот сюда. Ха-ха, прикольно. Тут на самом деле очень много разных гирлянд. Есть поменьше, но она тоже сюда не помещается. Как жаль. Поставим сюда какой-нибудь стульчик, чтобы сидеть и запаковывать подарки. Также поставим сюда полочку. Может быть, на нее мы что-нибудь поместим. И теперь прибываем мы с кучей всего для праздника. Тут есть маленькая елочка. Ну, слушайте, мне кажется, она смотрится очень плохо по сравнению с нашей огромной елкой. Есть еще какой-то носочек. Ааа, это носочек для собачки. Там уже сразу есть подарочек. Давайте тогда поменяем. Только он почему-то висит как-то странно. Давайте тогда упакуем это. Сюда. И этот подарок кладем под елку. Вот такие две мороженки. Упаковываем. Какой-то странный подарок получился. Ну, ладно, мы его тоже положим. Он оригинальный. Это украшение для елки. Давайте повесим. Вот такая свечка также есть. Это подарок. Какой-то очень маленький. Давайте его сюда поставим, на стол. Тут есть светильник. Ставим его сюда. Это моя пижамка. Она просто топовая. Это мы поменяем. Мне гораздо больше нравится пряничный домик. Вот это мы повесим где-нибудь здесь. Мы сейчас прикрепим. Хоп. Все. Это снежный шар. Поставим мы его тоже на полку. Это костюмчики. Давайте их кому-нибудь подарим. Красивый подарок какой. Это можно поставить сюда. Сколько здесь разных украшений. Офигеть. Это носочек с какашкой. Только он скорее всего тоже нормально висеть не будет. Поэтому давайте его запакуем. Еще одна свечка. Куда же ее поставить? Давайте на камин. Кстати, мы его наконец-то зажгли. Олень. Вместо собаки на Новый год у меня будет жить олень. Мне кажется, моя мама не особо обрадуется. На столик поставим несколько свечей. Эту, думаю, можно убрать. Эльфик. Мы... Нет, зачем мы его запаковали? Мы поставим его сюда, чтобы он нам помогал. Это фотографии. Давайте их развесим. Ну, сначала, конечно, мы их сделаем. Давайте, какие-нибудь необычные. Ой, второй раз собака. Похоже, они уже начали повторяться. Еда, елка. Вау, вау, вау. Теперь давайте их прикреплять. Елка. Еда. Собачка, которая превратилась в оленя. И последняя фотография. А это все мы удаляем. Они нам не нужны. А фотоаппарат, я думаю, оставить себе. Ха-ха. Так, я сняла себе огромный подарок. И плюс зачем-то распаковала еще один. Я, кстати, даже не заметила, как я это сделала. Кстати, письмо мы можем положить сюда. Фух. Вроде бы все, что мы взяли на почте, мы уже расставили. Теперь мы должны поехать за едой. У нас есть все, кроме еды. И одеваем мою новогоднюю пижаму. Кстати, можно ее одеть вместе с новогодней шапкой. Вот с этой. И никому ее не дарить. Как жалко, что оленю нельзя одеть эту одежду. Ну все, мы поехали за едой. Мы уже приехали. Это абсолютно точно мой самый любимый новогодний дом. Эх, я зачем-то превратила зверька в ледышку. Извините. А, нет, все. Все, он восстал. Что же мы отсюда можем забрать? Какао. О, пряники. Забираем, забираем, забираем. Обожаю пряники. Тут есть специальные тарелки. Красные. Это, я так понимаю, пудинг. А это специальная приправа для рождественской курицы. Давайте попробуем ее приготовить. Эх, не понял, почему не работает. Так, курица и приправа. Закрываем. И что? Где новогоднее чудо? Ясно. Вот это бревнышко мы тоже забираем. Нет, ну зачем ты его съел? Алло, это было на Новый год. Вот так вот готовишь, готовишь. А они потом все едят. Мы нажали на специальную кнопочку. И этот дом тоже украсился. Вот эти два сердечка мы можем тоже забрать. Мы можем взять еще вот этот десерт. И поехали тогда обратно. Мы добыли еду. Давайте ее расставлять. Конечно же, какао. Это тоже, оказывается, какая-то конфетка. Пряники мы поставим рядом с новогодней елкой. Для Деда Мороза. Если я вообще смогу вытащить эту тарелку. Но похоже, что это Биг Фелл. И все-таки я не смогу. Ну ладно, давайте тогда возьмем какую-нибудь другую. Ставим прекрасную тарелку. Правда, немножечко другую. Но я думаю, что никто не заметит. Что же из еды у нас есть еще? Вот такие вот конфетки. Они мне очень нравятся. Да давайте дадим попробовать оленю. Мне кажется, он рад. Вот новогодний домик у нас есть. Похож на тот, в котором живет наш олень. И вот наше бревнышко. Мы его тоже достали. Ура! Ну все, весь дом у нас теперь очень красиво украшен. Если вам понравилось это видео, то обязательно жмите лайк. Подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами была Алиса Че. Всем пока-пока!